А, так, и так, всем привет! Начинаем рубрику БУ. В этой рубрике мы будем рассказывать про самые популярные автомобили на вторичном рынке, да? И хотелось бы начать рассказ с моей самой любимой BMW, которая вообще когда-либо в каком-либо кузове выпускалась. Естественно, 39-й кузов. Данный автомобиль, если вы уже поняли, немножко занижен, то здесь стоят кони, спорт, вот. И, в принципе, 540-я, 286 лошадей, выход нестандартный. Вот, в принципе, цены на эти автомобили у нас, значит, с какого года, 97-го они пошли, да? У меня тут стоит целый BMW-клуб сзади, и поэтому будут они меня корректировать. Вот, значит, автомобили выпускаются с 96-го года, цены на них именно на 540-е, ну, от 300, да, правильно? По 250, да, до самой убитой, и до 500, да, идеальный вариант. Ну, хочу отметить, что вот данный автомобиль, он был в м-бампере, здесь, видите, немножко криво стоит стандартный, вот, но, к сожалению, недавно как бы задели, как раз перед обзором, вот, и, в принципе, вот. А так, классическая BMW, я считаю, это один из самых красивых кузовов, да, то есть здесь вариантов. Для меня, по крайней мере, другой BMW, вот, понятие, когда я услышу слово BMW, именно это вот этот автомобиль, у нас разные широкие колеса, я считаю, что одни из самых красивых. Так, итак, давайте посмотрим, что у него под капотом. Так, значит, начинаем говорить про техническую начинку автомобилей. Вообще техническая начинка очень сложная, у нас везде многорычажка. На автомобилях существует три типа, да, 4-х силиндровые здесь были, нет, моторы? 518-е, по-моему, были? В прошлой будке были, в этой вроде нет. Значит, у нас двигатели рядные шестерки в основном, это 2, 2,5, 2,8, 530-е идет. Вот, рестайлинг, это 2 литра уже и 2,5. Вот, значит, и у нас V8. V8, на мой взгляд, если бы я брал такой автомобиль, я бы взял с V8. Потому что, во-первых, раз, безваносные, то есть V8 делится на до двигателя, ванос и безванос, безваносные, то есть, да, и, естественно, V8, автомобили с V8, они без рулевой рейки. Здесь стоит такой надежный редуктор рулевой, который, в принципе, ну, по теории неубиваемый. Значит, что у вас может случиться с BMW, если вдруг она, например, может... Все-таки вы ее приобрели и будете обслуживать? Во-первых, у них очень, мне кажется, часто встречается такая вещь, как перегревы. Это если не проследил, да. Ну, да, вентилятор разлетается, бачки всегда у них, вот. Значит, V8 у нас делится на двигатель 286 лошадей, это 4,4 литра, да. И еще у нас есть 230... Там такой, копейка. Да, да, 238 лошадей, вот. В принципе, очень надежная конструкция. Основная вообще проблема может у вас, конечно, возникнуть с подвеской. Это самый большой расходник на BMW, на грычажка. Хотя на 100 тысяч, если все ставить оригинал, попадете легко, абсолютно. Ну, здесь такой проблемы нет, так как автомобиль, в принципе, он, ну, можно сказать, что ухоженный. А так, вот, смотрите, V8, 97-й год, как ровно работает? То есть, абсолютно никаких звуков, очень надежный двигатель. Самый беспроблемный, наверное, на этом автомобиле, это двигатель, да, потому что основных каких-то здесь еще проблем, ну, говорят, бензонасосы летят, но это все по факту и насколько автомобили обычно ушатываются. Так, давайте закроем. Захлопну, да? Итак, мы садимся в салон. Редко какой автомобиль, на самом деле. Вот, и, на мой взгляд, вот это вот самая вот оптимальная посадка для меня, для водителя, потому что так комфортно, вот эти сидения. Я ни в одной машине не сидел. Неважно, Infiniti, FX, настолько здесь все продумано. Вот эта вот панель повернута. Я как будто утопаю в сидениях. Вы знаете, как у стоматолога сидения бывает. Поразительное ощущение вот расположения в автомобиле. То есть, вот ты сидишь и чувствуешь, как автомобиль располагает тебя вот к езде, не важно, активно и спокойно. То есть, поразительное ощущение. Все вот на своем месте. На мой взгляд, это автомобиль один из самых там эталонных в своем классе по посадке. То есть, я сидел в Е60, потом в Е92 в тройке, то есть в семерке в новой. Но такого расположения, я не знаю, я не видел. Но реально, за такие деньги, это ну просто нереальный просто аппарат. Посадка, вот на мой взгляд, посадка здесь за рулем. Самый эталонный из всех автомобилей, которые я когда-либо видел. Естественно, здесь время, конечно, свое, свои вносят какие-то коррективы. То есть, небольшой может экран, но это не суть. Итак, переводим плавно, значит, в D. И начинаем ехать. Напоминаю, что здесь стоит нестандартный выпуск. То есть, вы сейчас будете слушать вот это вот уж пульканье V8, вот это приятного, да? Чувствуете этот звук? В обычной конфигурации, естественно, вы его не так отчетливо слышите. Педаль напольная, очень тяжелая педаль, поразительно. Руль тоже немножко тяжелый, но он передает всю суть его дороги. И вот мы начинаем движение. Но тяга, конечно, безумная. То есть, мы едем в двух-трех тысячах, мы не понимаем, когда он переключает передачи настолько... Он, конечно, не такой быстрый, как, например, там, DSG, может быть, да? Может, новая BMW, может, роботы, но... 97-й год. И этот автомат все это время ездил с нереальным V8. Как он идеально переключает? Я просто, ну, немножко в шоке. Немножко притопим. Чувствуется у нас педаль, конечно, тяжелая, но чувствуется, что мочка такая. Реально педаль тяжелая. Мы... Кнопочка немножко нажимается на педали, и вот начинается вот это ускорение. Звук. Просто поразительно. Как будто мы перемещаемся во времени. Тут стоят везде радары, поэтому мы особо как бы постараемся не лихачить. Все в пределах, допустимых скоростей, естественно, все дела. Вот. Но ощущение, конечно, поразительное. Несмотря на то, что автомобиль находится на очень низкопрофильной резине, здесь стоят Kony Sport же, да? Kony Sport. Kony Sport, и причем они сейчас находятся в самом жестком положении. Мягкость и упругость подвески сохраняются, понимаете? Вот в этом талант. Здесь стоит накрычажная подвеска. Как ее нужно было настроить, чтобы самым спортивным положить. И причем, смотрите, кренов нет. Она абсолютно двигается в любом вашем направлении. Без абсолютно... Ну, тут уж поверхность, конечно, играет роль. Потому что мы не на идеальной дороге. Когда я ездил лет 5 назад на M5 в 39-м кузове, я был поражен плавностью хода автомобилей. Причем не малейшим креном. Вот это вот BMW. Ну, видите, это BMW. Это порода. Это нужно уметь вообще настраивать подвеску. Под любым ракурсом мы входим в поворот. То есть вообще без проблем машина просто впивается. Несмотря на такую массу, она себя ведет, как какой-то там легкий автомобиль C-класса, который, например, вот Golf здесь больше валился, чем этот автомобиль. И резкое ускорение идет. Уже система стабилизации сейчас подпигнула несколько раз. Потому что она могла бы уйти в занос. Поразительная плавность хода и управляемость. Это одно из лучших сочетаний, которые когда-либо мы встречались на автомобиле. Машина абсолютно не напрягает. Мы в этом седании едем абсолютно спокойно. То есть, если бы, например, мы ездили здесь на X5, мы немножко бы цеплялись за руль, потому что его порывало. А так как здесь стоит не рейка, здесь стоит редуктор, который еще более надежный. Поразительное сочетание. Я просто... Ну, это подкрыло, скорее, за него, да? Да, просто рейка. 140 метров в час мы едем. По отвратительной дороге 140. Поразительное сочетание. Мне очень нравится. Подъезжаем к кольцу. Так, а тут на ходу же можно? Можно? Так, какая сейчас передача? Третья. У нас третья передача. Сейчас на механике. Понял. На верх, вперед. Дышим. То есть на себя мы понижаем. Но это как BMW. Наш Калину тоже вдруг решил сделать. Поразительно держит. И немножко снос у нас идет уже. У нас. Под газом выходим. Крутится V8 поразительно быстро. Поразительно быстрое переключение. Очень дикое ускорение. 180 метров в час. С поворота вышли. Поразительно. Поразительно. Машина. Рыночная стоимость данного автомобиля от 300 тысяч рублей. Вы представляете, от 300 тысяч. Новая Priora. Ну, новая Priora, да. Если честно, у меня ручной режим очень понравился. Вот первая передача. Вот сейчас, если вы услышите звук вот этого. Кикдаун едер. В кикдаун едер. Супер. Тормоза тоже очень нравятся. Очень нравятся. Просто тормоза очень поразили. Мне поразили, конечно, тормоза. Ну, как она держит? Да, смотри, смещение идет. Шикарно. Я в шоке. Я думал, это ведро так не поедет. А это классная тачка. Она реально вызывает желание. Даже на автомате у меня ни одна машина не знала желания настолько активно проходить повороты. Но вообще, если ездить спокойно на этом автомобиле, я не думаю, что какие-то вообще проблемы могут возникнуть. Камера сместилась. Что вот из минусов, я бы отметил, конечно, здесь, ну, руль тугой. И причем это не только на этом автомобиле, это на всех на 540-х. На всех BMW гурт тугой. Он очень тяжелый. Мне вот это немножко не нравится. А так, в принципе, если бы здесь не было выхлопа, повторюсь, была бы хорошая шумоизоляция. Ну, побрякивает заднее, там, скорее всего, хлам в багажнике. Хлам в багажнике. Так все. Прямо поразительное. Еще раз повторюсь. Сочетание комфортного автомобиля. Комфортного, причем это полноценный D-класс. Это бизнес-класс. Да, то есть, и такого автомобиля, на котором прям хочется очень серьезно погонять, отжечь. Автомат это позволяет. Потому что, вы представляете, до 97-го года это был лучший автомат. И он сейчас работает просто безупречно. Господи, ну 300 тысяч. Ну 300 тысяч рублей. По салону. Салон это максимальный у нас, да, то есть кожа у нас. В принципе, люк. Все есть. Так, все есть. Ну, сиденье не в самом лучшем состоянии. Но, на мой взгляд, это одни из самых вообще удобных сиденьев, которые когда-либо вообще придумывали на автомобиле. Это так знаменитая ломающаяся спинка BMW, да? Она будет в плавиши. Вот. Регулируется во всех положениях, которые можно. Очень приятные материалы и сидеть реально удобно. Здесь вы можете поднимать его, настраивать, как вам хотите. Вот самое лучшее сиденье, которое когда-либо... Вот, по крайней мере, в этом сиденье мне очень удобно. Подголовники у нас еще регулируются. И потом там считать... Так, давайте сядем внутрь. Здесь у нас все... Ну, качество присутствует везде. Наверное, машина... Надо уточнить, сколько стоит. Но стоила она действительно дорого. Потому что материалы, наверное, здесь одни из самых лучших, которых на тот момент выпускались. Пластик очень такой качественный. Смотрите здесь, да? Абсолютно не скрипящее, мнущееся, да? Дерево. Ну, доисторическое магнитол, она сейчас уже, к сожалению, не актуальна. Но раздельный климат. Вы можете сидеть в машину? Вот. Садитесь, ты тоже сидишь. Ну, сидеть, конечно, здесь очень удобно. Двери без каких-либо вообще проблем закрываются, да? То есть, посмотрите. Ручки. Это у нас одна из самых максимальных комплектаций, да? То есть, у нас здесь воздуховоды. Вот. Все очень... Вот здесь у нас кожа. Да? Смотрите. Вот. Но сидеть очень много. Еще раз повторюсь про посадки. Это классический BMW руль. То есть, M-руль получается, да? Как он в опцию ходит. Так. Ну, вот. У нас приборная панель. Какой звук. Ну, это просто... Ну, это... Я не знаю. Ну, сейчас откроем окно. Шикарный звук. Мне очень нравится. Вот. Очень породистая V8. У американцев V8, то есть, если брать Хэми, там, Шеви, вот. Они не настолько высокооборотчатые, как здесь. Здесь, мне кажется, он очень быстро крутится. Вот у меня сложилось такое впечатление. Значит, приборная панель. Здесь у нас фары. Вот. Естественно, у нас, значит, объем топливного бака, спидометр, тахометр, значит, температура двигателя. Вот за этим надо очень серьезно следить. Всем владельцам BMW. Значит, пробег у нас 286 тысяч. Датчик какой-то не то, что исправности. Это просто датчик колодок нет. А, такой, да? Принюшка отключилась. Я думал, она на ручнике стоит просто. Значит, селектор у нас BMW. Ой, BMW говорила. Селектор автомата показывает, в каком положении мы сейчас находимся. Вот. А так, ну, салон по качеству, ну, не знаю. Да, Optima, Camry, если взять этот салон в идеальном состоянии, они просто отдыхают. По сравнению с данным автомобилем. Не говоря уже о Passat. Ну, очень качественно, да? Здесь вообще без вариантов. Сидишь, как просто вот. И ты всегда сидишь в пол-лежащем положении. Очень удобно. Так, здесь у нас магнитола, ну, кассетник, да? Нет, CD-ченджер наши здесь, как в бадажном случае. Ну, вот здесь же тоже есть. Ну, кассетник. Вот. Далее. Значит, нас на моделях, по-моему, экраны с 2001 года пошли, да? После рестайлинга. После рестайлинга, вот. 16.9. Климат-контроль. Смотрите, климат-контроль. Положение обдува у нас кнопками все выбирается. Автоположение, естественно. Вот. Здесь у нас регулятор. Так, это регулятор температур. Абдува. Моторчика, да, печки. Значит, подогрев сидений, естественно. С регулированным тоже регулятором. С регулятором, да. Так, это у нас прикуриватель. Где так? Повысовывается. Так, селектор у нас очень простой, элементарный. PRND, естественно. И спорт режим. То есть, и ручное переключение. И очень интересно, что если вы просто сюда, значит, переместите, у вас будет спорт режим просто в автоматическом режиме. А если вы вручную выберете, например, передачу как-нибудь, да, то есть у вас уже включится ручной режим. Вот. То есть, так, телефон, в принципе, у нас понятно. Здесь у нас ручник такой аккуратный. Здесь подкассетница, но она подвизительница. Ну, ничего страшного. Кассеты сейчас уже не актуальны. Не актуальны. Так, подлокотник, уврой, пожалуйста. Он не открывается, он только двигается. А, он двигается. Ну, в принципе, отлично. Но сидеть реально здесь удобно. Повторяюсь, обратить внимание, память сидений в трех положениях. Да, здесь у нас уже, в принципе, базовая опция есть. Так же, шторка, вот мы нажимаем кнопку, она, шторка для задних пассажиров. Вот, а так, салон 5 баллов. Подходим, значит, к задней двери, открываем, и у нас идеальное место для директора какой-нибудь крупной компании в 90-е, да? То есть, это любимый автомобиль был BMW или бандитов, кстати. Так, ну, сзади сидеть очень удобно. Опять же, очень нравится особенность то, что, когда вы садитесь в данный автомобиль, вы немножко утопаете, понимаете? Здесь очень длинная спинка, и, естественно, удобный очень подпор для ног. То есть, вы садитесь, и вы немножко вот так вот в полулежачем состоянии очень удобно. Поддержка ярко выраженная, и очень дорогая и качественная кожа. Здесь она не такая изношенная, как на водительском сиденье, здесь очень хорошо ее структура видна. Так, сидеть? Ну, вот сижу сам за собой, очень удобно. Поразительно, вот здесь у нас шторки есть. Только для задних пассажиров это у нас. Так, но сидеть, конечно, здесь очень удобно. Там также светильники для пассажиров отдельные. Отдельные. Так, здесь у нас, значит... Там, в принципе, подстаканники, они... Так как машина тонирована, здесь немножко будет плохо видно, мы тогда чуть-чуть откроем дверь. Отдельные воздуховоды у нас для пассажиров, да, то есть температуры. Здесь были подстаканники, но они, скорее всего, сломались. Так, здесь небольшие кармашки. Ну, сидеть очень удобно. По трассе вообще, мне кажется, вероятность устать здесь минимальная. Вы посмотрите, как качественно сделаны двери. Я вот... Каждая, вот каждая часть из отдельного материала, дерево, кожа, смотрите, хром. Как приятно просто вот трогать. Срочка, смотрите, везде, как здесь все сделано. Я просто в шоке, да, вот этих BMW этих годов. 38-я просто шикарно тоже сделана. Ну, с какой любовью тщательно все это подогнали. Ну, и вот, я не знаю, у меня слов других просто не хватает. Просто очень качественно сделано. Сиденья, конечно, идеальные. Материалы отделки салонов, мне кажется, одни из самых лучших. Селки пепелинцы. Все на микролифтах. Да, и смотрите, все на микролифтах. А, действительно, поразительно. Все так легко. Даже сзади, вот, пепелинцы, ну, как она, правда, открывается легко и без шума. Ну, с каким все вот сделано. Немецкая такая педантичность, качество просто. Багажник очень застой. Ну, смотрите, сзади у нас нестандартный выхлоп. Непонятно, что за производитель. Что это у нас? МГРС. О, МГРС, это хорошо. Это не как. Открываем багажник. Подожди, МГРС, что производство? Неужели Китай? Надо будет переманить. Так, большой багажник. Ну, бардак в салоне, в багажнике это нормально. Вот, здесь у нас полноразмерная запаска, да, то есть, огромная ниша здесь. Это я вырежу, это у меня... МГРС, откатник своим. Да. Багажник большой. Причем здесь у нас чейнджер, или где здесь? Слева, слева, да. Откей к кармашку. То есть, здесь у нас чейнджер. Так, BMW у нас с аккумулятора здесь сзади, да? Аккумулятор здесь. А, то есть, здесь у нас аккумулятор. Ну, как бы, для идеальной развесовки. То есть, если прикуривать, то отсюда. Так, все понятно? Полный комплект ключей, главное сделать. Без этого, как же? В BMW без ключей, представляете? Нет, просто и нет. Да, без сет, увидишь. Оригинальных? Оригинальный комплект. Да, смотри, BMW ключи. Ключ BMW, да? А сколько эта машина новая стоила? Вот когда человек в 97-м году. Ну, нереальных денег. Потому что, наверное, это автомобиль. А те времена нереальные. Это самая дорогая BMW пятерка была. Потому что M5, она была только на ручке. Да. M5, она еще была попозже. Потому что она стоила нереальных денег, наверное, от машины. Итак, посмотрели мы на автомобиль. Какие выводы? Значит, плюсы автомобиля. Если вы берете автомобиль 39-м кузовем в идеальном техническом состоянии, то автомобиль в любом случае стоит денег. Если вы думаете за 300 тысяч купить в Priora или в BMW, и вам как бы все равно на чем продвигаться, естественно, вы лучше купите Priora, потому что не получится на этом автомобиле просто ездить, заправлять его. BMW нужно болеть. Обычному человеку никогда бы в жизни я не писал этого BMW, потому что, ну, это хобби. Это как УАЗик там или Субару. Это машина, которая требует лазения по формам, знаний. Да, ну, в принципе, если вы этим любите заниматься, без проблем. Автомобиль такой по расходу, ну, это минимум 500 рублей в день, да, если активно ездить. Ну, даже, может, и побольше, да, если в спортивном режиме. Говорить о целесообразности покупки этого автомобиля в 300 тысяч, ну, смысла нет, да, то есть потому что машина очень дорогая в обслуживании, многорычажка, напомню, здесь, саленблоки, рычаги, то есть, в принципе, без вариантов, да, то есть сказать, что она будет копейки стоить в обслуживании, мне кажется, это один из самых дорогих вообще седанов в сегменте, да. Подвеска, из-за чего уезжает, то есть быстро, потому что машина позволяет, на самом деле, очень многое. Да, может проходить с комфортом. Она, знаешь, она, как такая девушка, дорогая, она приносит тебе много удовольствия, взамен очень требует денег. Ты можешь взять девушку попроще, такая, знаешь, с хорошим характером, с тем же комфортом и с той же динамикой по нашим дорогам передвигаться, извините. Просто посредка молчит, на других она будет бахать, здесь она молчит, да, последним потом убирает. И BMW, я могу сказать, никогда не встанет. Вот BMW никогда не встанет. Она будет разваливаться, пердеть, кряхтеть, да, но машина никогда не встанет на дороге. Это 100%, да, только если он в двигатель взорвется или отвалится колесо. То есть редко можно увидеть стоящую BMW на обочине, да, то есть, и поэтому кузов, ну, это очень красивый кузов. Это один из самых вообще, эти вот диски, сочетание занижения, да, просто, вот то, что мечта, мне кажется, любого парня, вот, 18-22-23 года, у которого есть 300 тысяч, да, и он хочет купить на последний день BMW, я бы делать не советовал ни в коем случае, никогда. Машина будет стоять по полгода, и вы будете искать деньги на какую-нибудь там рейку или еще что-то. Советовать купить мотор меньше объема или думать, что он будет меньше есть, тоже не советую. Меньше 15 на автомате машина жрать не будет. Ну, это, в принципе, здесь, я думаю, вообще не должно быть вариантов. Так, ну, в принципе, вот, машина очень классная. Это дорогая игрушка, дорогое приобретение, но ни один автомобиль в эти деньги, даже до 500 тысяч, там, да даже до миллиона не достоит столько удовольствия. Ни один. Потому что такое сочетание спортивного характера, комфортного салона, идеального, и управляемостью, я думаю, здесь номер один. Здесь номер один, без вариантов. Так что, если вы хотите по-настоящему влюбиться и тратить все деньги на нее, последние, и восторгаться, так что, планирую, то есть, рекомендую вам поставить план на покупку именно этого автомобиля. М5, это уже другое, это уже от миллиона и дорого. Такая же на ручке, тоже вариант, тоже вариант. Но целую найти такой автомобиль практически нереально. 99% машины битые, да, и на них ездили, естественно, хозяева. О, не хозяева, но такие лихие парни. Вы будете третьим, четвертым хозяином у этого автомобиля, да. То есть, первый ездил без проблем, под вторым она развалилась, третий вбухал, третий вбухал 1200, и по теории, может, вам повезет, может, вы купите нормальный экземпляр. Но надо смотреть. То, что здесь есть, конечно, недочеты по козову, ну, это все, это все делается. Да, но поверьте, если вы возьмете, вот, например, автомобиль в идеальном состоянии 39-й, вообще без звуков ни один автомобиль новый до двух миллионов седан не сравнится. Ни один, ни по комфорту, ни по динамике, ни один не сравнится. Поэтому, думайте, но назвать покупку этого автомобиля практичным, я думаю, в принципе, да, это слишком, это не имеет смысла, это не практичная покупка. Это как дорогая игрушка для доставления удовольствия. Так, следующий у нас автомобиль будет подобного класса, значит, планируем пару мерседесов, вот. Возможно, у нас будет такой небольшой проект, да, мы купим 39-й кузов убитый, тысяч за 200, и попробуем его восстановить. Что из этого получится, значит, вы будете смотреть наш выпуск. Ну, это просто планирование, да, и сколько это выйдет. Так что, скоро будем снимать полноценное пособие для тех, кто хочет BMW купить за 200 тысяч. Все, всем пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok